мы будем говорить о вещах которых насколько я знаю с вами обычно не говорили поэтому давайте оставим возможность не отвечать на мои вопросы мне кажется нам может пригодиться это точно расскажите самых счастливых моментах последнего года вот начался слишком весело для меня лично отец умудрился сломать ногу ровно в ночь с 31 на 1 вот он закончили гулять он пошел к себе ложиться отдыхать и на тебе но это никогда не бывает во время вот прям вот как началось так оно и дальше двинулась в этом году и у меня и у моих друзей я очень надеюсь сломать эту тенденцию в ближайшем будущем и все-таки были какие-то моменты которые вы с теплом и радостью вспоминаете ну лично это не обязательно прям семейные это могут быть какие-то личные переживания могут быть семейные моменты да вы знаете я вообще живу достаточно оптимистично то есть я каждый день когда он у меня начинается я его начинаю всегда на позитиве все не могу сказать что были какие-то необычные абсолютно выдающиеся моменты которые бы меня уж так порадовали но тем не менее вот идет хорошо каждое утро встаешь смотришь вроде как все на месте все живы даже если со сломанной ногой то уже то во всяком случае в остальном все в порядке и это меня радует и выдавали интервью илья жигулеву он спрашивал счастливы ли вы и вы сказали что вы счастливы а как вам кажется ваша семья счастлива ну вы же понимаете мы в целом русские люди поэтому у нас сказать что я счастлив и что у меня все хорошо да но вы же так сказали это абсолютно нетипично то есть я-то в себе это лома я себя постепенно приучал к тому что надо говорить хорошо когда хорошо по крайней мере иногда надо говорить хорошо когда даже плохо потому что люди очень многие во всяком случае на западе есть ты ему начинает жаловаться но первых он начинает реально сопереживать и пытаться чем-нибудь помочь вот а во вторых он считает что у тебя действительно какие-то реальные проблемы очень все плохо ну вот а мы в россии привыкли по-другому жить мы привыкли знаете отпугивать от себя разные несчастья говоря о том что у нас и так все плохо вот поэтому если поговорим с моей семьей то в рамках российской традиции они наверное будут говорить о том что все не так хорошо как могло бы быть а вот сами как думаете ну конечно могло быть все намного лучше во всяком случае мы могли бы жить в россии мы могли каждый день общаться с друзьями ходить по родным местам и не думать кто может доехать до нас в гости а кто по тем или иным причинам не в состоянии ну так сказали у нас в россии есть ощущение что вы продолжаете мысленно там жить несмотря на то что вы довольно давно уже живете в европе ну во первых россия тоже европа во всяком случае я большую свою часть жизни прожил именно в европейской части где у нас живет там 120 миллионов из 140 двух или пяти по разным отчетам разные никто не знает точно я для себя переезжая по понятным причинам оказываясь за границей люди делают для себя выбор кто-то принимает решение что я живу здесь и то что происходит в россии меня волнует постов поскольку это нормальный подход особенно он хорош для молодых людей которым надо строить свою жизнь что называется чистого листа меня другая ситуация у меня большая часть жизни прошла в россии какая осталась там никто из нас не знает но точно что большая прошла в россии и та работа которую я хочу заниматься который я занимаюсь она тоже происходит в россии поэтому я для себя сделал выбор я остаюсь в россии я нахожусь на расстоянии но я живу там и тем более что привычка у меня такая есть я жил в тюрьме и не жил там я у себя в голове находился в большом мире за забором у джека лондона есть такой рассказ смирительная рубашка когда он находился в очень стесненных обстоятельствах и при этом он мог перемещаться куда угодно вы сейчас описывали ситуацию которая очень это напомнило скучаете по россии вот именно по той причине о которой я вам говорил только что не скучаю потому что я там и тем не менее есть вещи которые до моментально можно перенестись куда угодно тем не менее есть что такое что вот нужно присутствовать физически и телесно есть что такое почему вы скучаете чего то есть что сейчас вам недоступно не знаю может вы скучаете по чебуречной на тургеневской я я все время разобрался в очень интересной разнице которая существует между большинством мужчин и большинством женщин интересно в этом отношении там наверное еще много существует различий но вот в этом отношении точно есть большинство женщин привязаны к месту к вещам к некой обстановке в широком смысле у большинства мужчин привязанность к людям то есть если ты перемещаешься куда-то с нужными ценными важными для тебя людьми ты легко смиряешься с изменением обстановки женщин по-другому им нужно создание привычной обстановки они к этому гораздо больше привязан так вот поскольку у меня была и есть возможность общаться с привычными мне людьми с дорогими мне людьми находясь здесь то вот этой вот проблемы когда-то о чем-то таком переживаешь вот без чего ну никак у меня нет хотя конечно хотелось бы с друзьями которые приезжают там раз год общаться чаще но и в россии к сожалению не всегда получается общаться с друзьями так часто как хотелось бы ну да конечно хотелось бы выйти на улицу города где ты прожил там 40 лет но я смотрю по телевизору и вижу что это уже другие улицы несколько другого города и возможно что бродя по ним я бы переживал то мой город перестает быть моим трава у дома не снится нет вы знаете с травой все нормально я не слишком отличаю траву одного газа газона травы другого вы всех нужных людей вокруг себя поместили сейчас ну это невозможно я жаден до людей я всегда ищу новых 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 месяц мне очень важно общаться с новыми людьми с теми которые понимают в чем-то гораздо больше чем я если бы была возможность сейчас поменять то что случилось лет назад вы бы поменяли имея ввиду благополучие вашей семьи это наверное самый трудный вопрос для меня лично потому что наверно я бы хотел чтобы было все иначе 10 лет это все-таки для человеческой жизни очень большой срок и потери вот этих вот 10 лет в общении с моими родными людьми это наверное то что я ощущаю до сих пор уже прошло там пять лет до сих пор я это ощущаю каждый день я чувствую вот этого я не знаю вот это случилось без меня вот здесь я не понимаю откуда это взялось это взялось потому что это было вот в те годы что меня не было я вижу что очень многие проблемы которые есть у меня в семье в том числе и со здоровье моих близких они связаны с именно с тем чтобы были вот эти вот 10 лет под безумным давлением и собственно говоря это давление сохраняется сейчас на самом деле не думать о нем мои близкие не могут поэтому конечно в этом смысле хотелось бы все поменять но с другой стороны я оптимистично смотрю на жизнь гривот но не было бы этих 10 лет было бы что-то другое возможно я сейчас бы потихонечку продавая в течение этих 10 лет свою свободу свою независимость от власти свою репутацию и внутренние самоощущение оказался бы сегодня другим человеком и может быть бы с этим человеком было бы намного тяжелее жить а вы понимали что вы ставите семью под удар когда принимали решение оставаться в россии нет не понимал потому что на тот момент вообще не было в традиции как-то трогать семью там был один момент дома и посадки когда в школу к дочери пришли но надо сказать что и администрация школы и мы все возмутились и это просто было отменено в общем больше к этому не возвращались и поскольку я естественно не мог представить что речь идет о десяти годах то мне казалось что да будет тяжелое время но не настолько тяжелым насколько она оказалась ну то есть вам кажется что если на 24 года вы уйдете в тюрьму то для семьи то нормально ну то есть эта проблема но это не не супер проблема то есть я не мог себе представить насколько это тяжело на самом деле окажется то есть повторю вопрос то есть вам казалось что если ваша семья потеряет общение с вами вас да и будет переживать что вы находитесь в тюрьме даже после четыре года это ok здесь же весь вопрос в том с чем сравнивать вот два четыре года в тюрьме в той парадигме которая была в 2003 году или то что было в альтернативу отъезд за границу полная потери репутации ну потому что убежал мне казалось что для моих будет лучше потерять меня вот на эти 24 года это решение которого принимали внутри самого себя или вы это обсуждали с женой или с родителями я принимал то естественно решение внутри себя я стараюсь такие решения не перекладывать но жене естественно рассказывал о том что происходит много времени у нас у вас заняло вот это решение или сразу вы понимали что вот это единственно возможный путь для вас или были сомнения были моменты когда не было понятно все таки куда идти были сомнения естественно они были сомнения в начале года в начале 2003 года когда стало ясно что это очень серьезная атака были сомнения когда друзья уехали и стало понятно что ареста скорее всего не избежать а страшно было ну конечно было ну конечно было я прекрасно понимал что существуют разные варианты и тот который реализовался он еще еще не самый худший а жене как об этом сказали ты знаешь я скорее всего сяду куда на 4 ну я приблизительно так как и говорил что ты знаешь существует риск а вы говорили я принял решение на этот риск пойти мы никуда не уезжаем и остаемся здесь я выбираю я вот этого уже не помню какой именно формулировки но было понятно что я это решение принял и как она на это отреагировала когда услышал первый раз вы знаете мы ведь очень много прошли с ней к тому времени и ситуации было она знала на что шла я скажу по-другому нет нет история была другая опасности было очень много в жизни и намного более жестких то есть были ситуации когда там шел отстрел вот там знаете там список был предпринимателей там пресс-раз-раз-тон перепрыгнул через несколько фамилий опять вот была ситуация девяносто первого года с баррикадами когда они там оставались в поселке жена с только рожденной дочерью и не знали чем то все кончится была ситуация в девяносто третьем году когда они оставались тоже в поселке мы были вынуждены поехать в город жены наши с винтовками все нормально ждали когда туда придут ребята которые вот когда мы уехали стало известно что толпа прется там это образное выражение с винтовками нет реально винтовки все полу как положено хочу делать не зря говорят что за спиной каждого выдающегося мужчина стоит не менее выдающийся женщина это про вашу жену это про и про мою жену и про очень много жен которых я знаю жен моих друзей что он моих знакомых да они стояли вместе с нами в общем на них в этом смысле были абсолютно мы на них в этом смысле абсолютно рассчитывали поэтому ситуация 2003 года она была еще одной такой же ситуации и инка как я понимаю верила что я ее смогу пройти без супер потерь на что она сказала вот когда она впервые узнал о том что ситуация может развиваться так и принято такое решение не помню но это было она поддержала она промолчала она попыталась отговорить какая у нее была позиция нет насколько я помню может быть я ошибаюсь но она меня просто выслушала а ком больше беспокоились о детях родителях и жене в этот момент больше всего конечно беспокоился жене хотя я понимал что родителям будет тяжело но они были вдвоем они у меня тоже ребята боевые которые проходили за свою жизнь много чего в общем я был в них уверен дети зависели от жены поэтому больше всего я конечно переживал за нее насколько она сможет все это выдержать насколько она сможет с этой ситуацией справиться все-таки до этого на протяжении скольких двадцати практически чуть меньше пятнадцати лет основные решения основные проблемы решал я но она давала интервью она говорила о том что для нее это была огромная перемена что ей приходилось принимать решение о всей своей жизни самостоятельно да то есть вот просто в один день человек из ситуации когда все-таки она отдавала основные решения мне перешла в ситуацию когда все решения и основные и не основные и те которые касались меня и те которые касались наших общих друзей и конечно все решения которые касались нашей семьи вот все легли на ее плечи в один день это оказалось тяжело вот этого я и вот этого я наверно недооценивал у меня просто в голове не было что вот вот этот вот переход ответственности он настолько будет драматическим в чем драматизм в чем драматизм человек всю жизнь идет по суху вдруг раз и оказывается в открытом океане ну да теоретически он умеет плавать теоретически он понимает что до берега он может доплыть ну вот всю жизнь на земле а теперь в океане она вам никогда не говорила что это была ошибка то решение которое вы приняли что это было чересчур ой слушайте что она мне только не говорила расскажите поподробнее с тобой нет но это в зависимости от настроения в зависимости от ее настроения в некоторых случаях она мне это прощает в некоторых случаях мне намекается что за это я буду расплачиваться всю оставшуюся жизнь и к слову буду вы когда вышли на свободу вы встретили совершенно другого человека который имел вот этот опыт изменения всей своей жизни во всех ее самых фундаментальных основаниях как это было как вам вообще удалось сохранить отношения в этих обстоятельствах было нелегко я недооценивал ситуации вот со всей этим со всем этим изменением психологии с изменением психологии человека который который на протяжении очень долгого куска своей жизни сам принимал решение сам отвечал за все недооценил и подвергся воспитательному воздействию вот вот и сейчас у нас с женой очень четко нарезаны зоны ответственности вот то что за что она отвечает то что она тянет на себе и то чем занимаюсь я а я вижу что ей тяжело нести то что она вот на себя взяла она на себя взяла весь дом и все что касается там детей все что касается а нашей жизни в разных странах а мы же поменяли несколько стран вот но для нее наличие этой тяжести важно теперь это часть ее жизни это ее работа так как она ее вот для себя воспринимает ну и конечно то что она умудрилась сохранить ощущение семьи вот за эти десять лет это ее заслуга без всякого сомнения ну то есть я при всем желании бы ничего не смогу сделать детям я ушел было соответственно там двенадцать и четыре а я пришел ну соответственно двадцать два и четырнадцать а для вас это было сложно принять понять построить отношения с этим новым человеком которым стала ваша жена ну конечно в чем была главная сложность понять что человек другой понять что вот внешность та же наше прошлое оно вот все то же самое ну мы же видели все таки в течение этих десяти лет как-то а человек внутри другой у него другие установки у него другие потребности у него другие реакции да почему вы не разбежались у жены надо спросить у самой а я потому что я ее люблю людям сложно сохранять особенно в современном мире когда такое количество возможностей отношения и чувства долгое время и вообще это в современном мире большая большая редкость когда семьи сохраняются так долго вам как кажется в чем секрет это вам повезло вы встретили нужного человека или это заслуга жены которая несет вот эти семейные ценности или как это работает во-первых совершенно точно это то что повезло потому что если бы не повезло встретить такого человека наверное все было бы намного труднее и вероятно совершенно по-другому а во-вторых это конечно готовность с обоих сторон уступать то есть вот ты понимаешь а вы умеете уступать? а жене без всяких со мной так всегда было? ну когда-то когда-то меньше когда-то больше по-разному в разное время но да всегда потому что я всегда для себя взвешиваю я ведь человек своей по своей природе стратегически мыслящий для меня всегда то что будет там завтра послезавтра через пять лет важнее даже чем то что сегодня ну так голова устроена у разных людей по-разному поэтому я всегда думаю в конце про конец задачки то есть вы когда ее встретили сразу понимали что это вот она и это надолго я для себя сразу задал вопрос вот себе задал вопрос что я хочу в конечном итоге через двадцать лет если вот я сейчас с этим человеком не останусь я не буду ли я насмерть об этом жалеть я пришел к буду жалеть насмерть значит не отпущу Пытались ли вас соблазнить соблазнить а женщины не потому что соблазнить могли деньгами нет нет это это неинтересно ну как вы понимаете миллион раз догадывает вот но самый прикольный случай был я его даже запомнил по моему в 2002 году в Москве там одна девочка совсем малолетняя вот там даже по тем временам для меня малолетняя там примерно 27 что ли вот стала уж прямо очень активно заигрывать и при этом как-то профессионально это делать ну то есть в смысле профессионально не как профессионалка а в смысле продумано должно вызывать уважение да вызвало уважение вызвало агрессивный интерес вот и я ее пригласил тогда еще в наш офис а служба безопасности с удовольствием выловила тот хвост который за ней пришел оказалось какие-то совершенно мелкие подмосковные бандиты не поняли с кем связались я честно говоря думал что это что-то гораздо более серьезное ну с девочкой мы посидели там вот в нашем тогдашнем там кафе в нашей в нашем офисе после чего ей проводил на улицу где ее уже ее приятели не встречали потому что они уже сидели но вот именно в чисто человеческом отношении мужчина власть деньги харизма привлекательность сложно устоять вам как с этим для меня в моей жизни последние сколько получается 30 кошмар 30 лет некоторые называют это счастье существует только одна женщина то есть вопросов нет никогда не возникало и сомнений это вообще так получилось вы действительно счастливый человек что для вас любовь это ощущение абсолютной невозможности существовать без вы говорили о том что поняли разницу между мужчинами и женщинами в конкретном вопросе да 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 мы про конкретный вопрос сейчас будем говорить и что для женщины окружение очень важно получается что семья ваша в семье есть супруга есть дочь оно вырвано сейчас из того контекста в котором они жили как они это переживают я знаю например что дочери анастасии что ей в лондоне вот нет возможности так развернуться и реализоваться как она могла бы это сделать дома я лично считаю что что она меня конечно потом будет критиковать вот но лично моя уверенность что ей дочери в лондоне хорошо то есть вот она сумела этот ну шаг сделать она его сделала она перешагнула и теперь ей здесь хорошо теперь ей предложи изменить жизнь вряд ли она захочет она согласна с вами я говорю я знаю я думаю она будет меня критиковать это мое впечатление это мое восприятие то что она сама скажет это ей но у нее надо спросить человек в уже в таком достаточно зрелом возрасте имеет возможность в голове иметь несколько планов там один для родителей один для друзей еще один для себя еще один для себя и третий для себя нет я здесь не переоцениваю свой уровень понимания то что касается жены ей конечно тяжело ей тяжелее чем мне то есть для нее переезд из России из привычного окружения где она провела тоже большую часть своей жизни до этого никуда надолго не уезжала для нее это большое потрясение большое решение и большая жертва можно сказать что она в каком-то смысле несчастлива я надеюсь что нет а вы чувствуете свою ответственность как человек как глава семьи что вы несете ответственность за благополучие своих близких и вы сейчас не в состоянии в полной мере дать им то что им нужно из-за того что они например не могут вернуться на родину ну и как вам вообще с этим живется ну мне в этом смысле в отношении детей проще я считаю что люди которым уже исполнилось теперь уже 20 они вполне себе могут принимать решение о своей жизни самостоятельно и насколько я понимаю они решение для себя приняли они его реализуют то что касается жены она конечно вынуждена следовать вот сейчас за мной поскольку мои возможности по перемещению ограничены соответственно ее возможности по перемещению ограничены тоже ну это да та вот жертва которые близкие люди вынуждены время от времени нести в отношении друг друга я ее очень ценю я понимаю что такое произошло вам легко принять эту жертву испытываю ли я испытываю ли я какую-то ответственность вот за то что эта жертва принесена и приносится да я эту ответственность испытываю хотя надо понимать что я вот ее перекладываю на себя не знаю смог бы ли я к этому относиться так же как относится жена либо я к этому относился бы более с меньшей терпимостью вот не знаю в общем это та тема на которую я переживаю я знаю что старший сын очень категоричным болезненно принял ваше решение оставаться тогда в россии и воспринял это чуть ли не как предательство вы с ним говорили об этом потом вы как-то этот момент мы обсуждали с ним эту проблему я объяснил причины все-таки с мужчинами в этом смысле легче потому что в их эмоциональной сфере логика играет большее значение и поскольку к этому было вполне понятное логическое обоснование к тому что я остался к тому что я пошел вот этот шаг он меня на мой взгляд понял то есть договорились ну мне кажется да опять же я не переоцениваю свою способность залезть в душу тридцатилетнего парня вот сейчас уже более чем тридцатилетнего вот но тем не менее как мне кажется да а с младшими детьми у вас не было столько времени рядом с ними как вы ну вот младшие вообще были совсем маленькие совсем маленькие более того один раз я с ними в общем находясь в тюрьме даже прощался почему ну потому что я думал что все больше не будет возможности увидеться никогда никогда вот и мне очень было важно чтобы у них в памяти что-то осталось а что вы чувствовали в этот момент да ничего прощался что чувствует человек когда он понимает что вот там до стенки пять шагов я не знаю ничего подводят итоги когда вы вернулись как вы строили отношения с этими людьми которые не знают вас и которых вы тоже не знаете вот здесь вот как раз то что я говорил это вот ту роль которую сумела сыграть жена как я не знаю честно я не понимаю я уже поняла могла сделать так что я вернувшись после десяти лет попал обратно в семью а не к чужим людям не знаю ну как то вот так получилось как вам кажется вообще как детей надо воспитывать вы в семье каких правил придерживаетесь что вам кажется важным да детям а что наоборот не нужно вы читали может быть книжки какие-нибудь нет я в этом отношении старорежимен и старорежимен я порка нет наоборот это как раз хотел сказать что я старорежимен в вопросе либеральных ценностей то есть я считаю что ребенок это почти то же самое что взрослый человек только не имеющий того опыта который есть взрослого человека и не имеющий вследствие этого возможности понять куда ведут те или иные шаги вот на это надо тратить время надо тратить время на то чтобы объяснять этим практически таким же взрослым людям вне зависимости 4 ему года 5 лет 10 лет или 20 лет объяснять то чего у них нет из-за их меньшего опыта а решение они должны принимать сами ну с какого возраста а вот практически с молодых ногтей решение принимать сами я могу убеждать я могу как-то подводить но решение сами я своей дочери например никак не подсказывал куда я идти учиться куда я ехать говорю ну вот это будет твое решение я тебе могу рассказать к чему оно приведет если тебе интересно могу не рассказывать могу рассказать какие у тебя есть варианты на мой взгляд но решение принимать тебе точно так же с сыновьями а вам легко принимать если дети выбирают путь который вам совсем не нравится с ужасом сидишь так и думаешь сейчас прилетит я вот точно знаю что прилетит но но это их жизнь а есть что то что вас больше всего раздражает что она вот для нее это важно в том чтобы быть родителями важно так делать а вам кажется нет ну конечно так вообще совершенно нельзя ну вот я бы сделал все совершенно по-другому слушай ну как обычно как у всяких у всякой семьи так сказать мамы более эмоциональные более больше желания так сказать детей оградить спрятать куда-нибудь как-то с ними поварковать я это не могу но какой бы отец тяжелый почему мы только о либеральных ценностях тут рассказывали так все хорошо мне казалось делай что хочешь либерализм очень жесткая штука это когда ты сам принимаешь решение а потом сам отвечаешь за получившееся и вот обеспечить чтобы человек сам отвечал за то что у него получилось то это я очень хорошо умею не говорите я предупреждал между прочим нет я этого не говорю это это не обязательная позиция человек сам вспомнит просто наляпал ну вот теперь с этим живи не помогаете ну может помогу но сначала получи полные меры от жизни жизнь она такая она всегда в результате учит и с этой точки зрения я считаю что вообще либерализм как религия он очень жесткий это личная ответственность человека и моральная и психологическая какая угодно насколько ребенок в состоянии в полной мере взять ответственность на себя ну сейчас уже на сто процентов я считаю жена считает на пятьдесят я считаю на сто а там в пять лет естественно настолько насколько он может взять понятно что никто не оставит его со спичками и бензином вот но дать возможность зажечь спичку если уж так хочется и обжечь пальцы то немножко шаг хотела назад сделать у вас была не очень обеспеченная семья в детстве и вы довольно рано начали работать люди обеспеченные очень часто боятся что деньги испортят детей и я знаю многие семьи кто специально детей ставят довольно жесткие условия у вас какая позиция я не считаю что деньги в принципе могут испортить потому что деньги такой ну как бы инструмент если он есть ты этим инструментом пользуешься но нет значит пользуешься другим инструментом с этой точки зрения я не очень прижимаю но есть у меня внутри есть понимание что все таки деньги это стимул если человек этот стимул теряет ну из того что ну все есть да то одна из важных жизненных целей пропадает поэтому я и собственно жена меня в этом поддерживает стремимся вести сбалансированную такую политику то есть у детей должно быть все что им необходимо но при этом это должно быть сопоставимо с тем что они могут заработать в своей жизни то есть я приблизительно представляю себе сколько и как они могут зарабатывать и я все время держу себе в голове этот лимит что зарабатывать для них должно быть стимулом ну где эта граница необходимого для кого-то необходимого хлеба чтобы на столе было для кого-то необходимо бентли ну здесь нам проще потому что опять же есть некие внутрисемейные традиции у нас традиция достаточно ну такая вот скромной жизни я имею ввиду скромные естественно в масштабах тех денег которые у меня бывали скромные явно требуют пояснения конечно то есть я первый свой там миллион заработал именно долларов в начале ты где в начале в конце восьмидесятых это первый ваш бизнес был ну можно считать первый можно считать второй то есть миллион я уже заработал про детей все-таки непонятно вот как вы определяете что для них необходимо а что не необходимое где вы скажете знаешь нет вот это мы не будем делать для тебя или покупать для тебя вот но это зарабатывай сам а вот это конечно мы тебе обеспечим потому что мы как родители обязаны это сделать я приблизительно здесь была изначальная договоренность изначальная договоренность ребята я как отец и мы как родители обещаем вам что у вас будут деньги на образование у вас будут деньги на жилье а все остальное да ну и на медицину все остальное извольте зарабатывать сами это не значит что это вот так вот совсем жестко но это тем не менее некий понятный ограничитель то есть дети с самого юного возраста знают что вот это им обещали а вот за пределы и то если все будет хорошо были моменты когда эти основные блага тоже ставились что называется под вопрос последний раз до моей посадки они ставились под серьезный вопрос в девяносто восьмом году можно было и без всего остаться но это было правда до рождения близнецов но тем не менее так вот у них это в головах есть что вот это у нас будет а вот сверх этого скорее подарок вот так когда я думаю о подарке я всегда думаю а вот он сможет столько заработать потом сам или не сможет если сможет заработать я этот подарок сделаю если не сможет заработать не сделаю то есть совсем не балуете нет я считаю что стимул должен быть это самое главное это ведь совершенно не важно вот мы как раз вчера с сыном обсуждали это был интересный вопрос вот есть джинсы за двести фунтов хотя есть и за пять тысяч а есть за двенадцать вот смотри вот лежат вот эти за двести а вот лежат за двенадцать я слышала что есть дешевле ну я про дешевле я не знаю я вот знаю которые вот у меня лежат да вот эти за двести а вот эти за двенадцать вот разница есть есть но явно не в десять раз ну и какой смысл не могу не спросить про отношения с родителями вы когда писали письмо вы говорили о состоянии здоровья матери но есть мнение что это был только повод и если бы не те слова врача которые он сказал в августе 2013 года что маме остался год я бы не стал писать прошение ну просто не стал я считал что если меня захотят выпустить меня все равно выпустят когда время придет вот но когда я понял что остался год я стал считать получалось так что я не успею я взвесил и решил что я напишу сложно было я подпишу долго договаривались с самим собой долго долго это ж с восьмого года шло до тринадцатого до тринадцатого до тринадцатого у меня были несколько очень четких несколько очень четких позиций которые я сказал что этого не будет никогда никогда не будет признания вины я никогда не буду заниматься общественной деятельностью даже в ситуации если матери остался год вы бы этого не подписали признания вины точно нет мне бы мать не простила сколько времени вам удалось провести с матери после того как вы встретились ну врач оказался хорошим плохим пророком ровно год мы вышли мы встретились в конце декабря 2013 потому что ну это вот столкновение российского гуманизма и российской бюрократии меня же я же просил возможности поехать к матери в Берлин потому что она там лежала в больнице вот меня а Путина единственное что насколько я знаю интересовало уеду ли я если я выйду из тюрьмы и вот говорят о том что такое решение принято на самом деле указ еще как я потом узнаю не был подписан а маму как раз возвращают в Москву ну то есть ей дают возможность вот между двумя сеансами химиотерапии вернуться домой меня под конвоем поскольку указ не подписан то меня конвоирует меня конвоирует до борта немецкого самолета конвой уходит когда этот трап поднимают то есть люк закрывается ну это уже история ставшая легендарной я не с мамой в России встретиться не дали меня отправили туда она туда приехала ну собственно говоря до августа месяца до 3 августа когда она умерла мы были вместе ну то есть я понятно уезжал решал проблемы с семьей потом возвращался она находилась в Берлине иногда ездила в Москву ну вот в основном вот так вот это все было вы испытываете благодарность за эту возможность провести этот год с матерью? ну да у меня есть определенная ведь этого же года мы понимаем могло не быть да этого времени могло не быть отец в этом отношении мне все время напоминает говорит ты помни что тебе Путин этот год дал но это так и есть это правда более того правда что он дал возможность моей семье нормально существовать то есть поэтому я каждый раз когда меня спрашивают о Путине я каждый раз говорю он не монстр и он не хочет быть монстром это важно это важно что в душе у человека это есть это ставит для меня некоторые границы в моей борьбе с ним они у меня лично существуют это конечно меня как многие считают ослабляет ну а я считаю что это более правильно иметь границы смешно говорить вот я десять лет в тюрьме пять лет после нее я на личном уровне без всякого сомнения воспринимаюсь Путиным как враг номер один что бы не было на самом деле в политической сфере вот в этом смысле я воспринимаюсь именно так это неоднократно тем не менее все эти годы лицей в подмосковье коралл существует все знают там все имущество арестовано все так сказать под контролем этих вот органов тем не менее лицей существует 25 лет уже я продолжаю им заниматься мои родители продолжают им заниматься то есть у нас такая вот ну непростая как всегда в России у нас все все непросто и это вот это вот все в комплексе говорит о том что мы имеем дело не с монстром у меня в голове есть разного рода люди есть люди в которых человеческого очень мало я им все равно оставляю возможность его обрести но здесь у меня границ нет есть люди в отношении которых у меня есть установленные мной самим для себя границы потому что я считаю что в этих людях есть человеческое а что такое нет границ что такое нет границ это значит что все что я сочту целесообразным сделать я сделаю не опасный человек ну а вы рассчитывали встретиться с человеком прошедшим в бизнесе с 86-го в тюрьме с 2003-го как не опасно за что вы благодарны опыту тюрьмы опыт тюрьмы он на сто процентов отрицательный то есть вот русская тюрьма дает на сто процентов отрицательный опыт конечно и в отрицательном опыте можно найти что-то положительное там вот я для себя нашел положительное например в том что у меня совершенно другое теперь ощущение времени я понимаю что год это не время пять лет это не время у меня например совершенно другое восприятие того что человек может вынести раньше думал что есть вещи невыносимые теперь я знаю вынести можно все я до тюрьмы считал что смерть это очень страшно после тюрьмы я знаю смерть не страшна а чего вы боитесь не страшна я много чего боюсь я смерть уже не боитесь кучу чего боюсь но смерть и тюрьму я не боюсь абсолютно не какой самый большой страх беспомощность вот это вот у меня несколько раз я в своей жизни сталкивался ситуации когда ты видишь что что что-то происходит такое что для тебя неприемлемо ты не можешь этому никак помешать вот это одна из тех вещей когда сдохнуть лучше как вам удалось устоять внутренне за время тюрьмы что вас держало я точно знал что меня не забыли что меня ждут жди меня я вернусь ну да это конечно это это абсолютно для человека принципиально на мой взгляд это про семью или шире это и про семью это и шире это и шире это и шире когда ты чувствуешь что ты нужен жизнь не теряет смысл несмотря на то что ты вот чувствуешь что она уходит 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 ты ничего не можешь сделать и ты не понимаешь как вот ведь в тюрьме создают специальное ощущение что о тебе все забыли что то что делаешь абсолютно бессмысленно сопротивление бессмысленно оно то есть ты можешь сопротивляться но это никому ничего когда ты чувствуешь что на самом деле люди там нуждаются в тебе то что ты вот сейчас даже делаешь вот здесь вот стоя это важно это кому-то нужно но это сильно помогает если бы этого не было сломались бы в каком смысле ну в каком смысле стал бы равнодушен к происходящему отключился бы вполне вероятно вполне вероятно то есть большинство людей во всяком случае я видел очень много людей которые очень хорошо себя чувствуют в тюрьме и потом не могут адаптироваться к свободе просто потому что они вот сломались у них нет ощущения что там они кому-то нужны обычно это происходит на пятый год то что десять лет прошло и я этого даже не почувствовал на выходе но это конечно потому что вот это вот поддержка она все время была все время без передышки каждый день когда вы встретились с альбат сразу после того как вы вышли из тюрьмы вы сказали что вас этот опыт очень поменял и вы описывали себя как другого человека на работе давлю на всех если работа я не брал бы если была работа я не брал человеческую составляющую только в той мере что она влияет на работу в обычной жизни я другой и вот после выхода я может быть не очень да 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 инкорректно цитату привела но вы сказали что после выхода вы стараетесь вот это человеческое распространить на работу тоже если бы вы сейчас себя описывали какой вы человек вот это вот товарищи которые рядом сидят они даже не представляют себе какой я был до 2003 года я совершенно другой человек он просто сегодня я могу людей понимать воспринимать какие-то их слабости пытаться их потихоньку менять для меня скорее критерий готов ли человек меняться и хочет ли он двигаться куда-то там вместе со мной до 2003 года критерий был совершенно другой подходит сейчас годится сейчас не подходит или перестал подходить значит все попрощались я уволил за свою жизнь народу столько сколько в нашей стране мало кто тысяч сто пятьдесят человек до сорока способен во-первых держать в голове бизнес а во-вторых людей нормальному человеку после сорока это становится труднее потому что ты начинаешь больше видеть вот и воспринимать проблемы других людей ну вот опыт привносит внутри тебя эмпатию до сорока ты веришь в бизнес как в что-то что может быть важнейшим делом жизни после сорока я лично для себя могу сказать я перестал но это был процесс я перестал верить в бизнес как что-то что является важнейшим в моей жизни в моей я не перекладываю это на других людей потому что ваша жизнь так сложилась невозможно сказать я вот пытался на эту тему найти ответ изменения между сорока годами и пятьюдестью они в любом случае огромные в человеке и произошли эти изменения в том числе потому что я находился в тюрьме или они бы все равно произошли не могу сказать у вас человеческого сейчас получается больше чем раньше без всякого сомнения больше чем раньше я не знаю насколько много но больше бизнес сейчас не имеет смысла как я услышала а что имеет смысл что имеет ценность смотрите есть то что касается семьи это отдельная история и она в режиме по умолчанию да это настройки по умолчанию теперь есть вещи за пределами семьи главная из них заключается в философии моей собственной страны то есть вот для меня принципиально важным оказалось какой-то момент сделать все что я могу для того чтобы изменить философию российского общества я например почему сейчас даже не знаю там хорошо что путин еще там сидит или плохо сложный вопрос потому что я к сожалению убежден что российское общество это востребует Путина или такого как Путин вот это сейчас зашито в нашей жизненной философии но это же расхожее выражение что народ заслуживает того правителя которого имеется я не убежден что он заслуживает того правителя но в данном случае мы имеем правителя на сегодняшний день по-прежнему отражающего он именно отражает ту философию которая в головах у людей вот вот это вот философия авторитарной власти когда мы должны избрать себе доброго царя и на этом наше участие в нашей собственной судьбе заканчивается люди должны в двадцать первом веке в цивилизованной стране которая несомненно является Россия в европейской стране которая несомненно является Россией люди должны решать свою судьбу сами каждый день вот у меня в отношении моих детей это философия у меня в отношении страны это философия я вот считаю что моя задача максимально эту философию продвинуть внутри России получится хорошо не получится я пытался спасибо большое за этот разговор спасибо за честность спасибо вам спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok